Ну что, делаем ставки. Будем мы сегодня одевать цепи или не будем? Ждут нас приключения или нет? Ведь приключения это всегда так забавно и интересно, особенно в Норвегии. Привет, дружище! Сегодня прокатимся со мной и чуть-чуть поработаем. Ехать нам 615 километров. Прогнали мы нерадивого коллегу, который тут перегородил наш путь, он перепаркувывается. Ну, новых заданий у нас нету, насколько я понял пока что. Ну, а пока тишина. Есть пломба, пломба целая. Все хорошо. Утром пришла смс-ка от этого контроля по миграции. И они сказали, что вы все еще на карантине. Как же так? Мы можем применить меры, оставайтесь в изоляции, так как я еще раз зарегистрировал свой въезд в течение 7 дней. Вот такая вот несовершенная система. Хотел озвучить вам один нюанс касательно коробки передач. Вот этого вот рычажка. С торца у нас кнопка. Вот тут вот переключение в мануал и автомат. Но как настроена коробка? Очень важно. Мы сейчас едем в автоматическом режиме. Коробка у нас в режиме А. Обычный стандартный автоматический режим. И в этом режиме, смотрим на обороты, я могу принудительно помочь ей переключать передачи. То есть, зад и вперед. В эко режиме, эко, я могу сделать то же самое. Смотрим на обороты. То есть, вы можете помогать своей автоматической коробке, что очень полезно в горах. Мы выгрузились в Драмане. И сейчас едем на загрузку в какое-то очень интересное место на 51-й дороге. И, в общем-то, мне позвонили прямо-таки с места загрузки. Там и копал. И сказали, что надо будет одеть цепи. Я сказал, ну я же пустой. Они говорят, ну там подъем 4 километра и грунтовая дорога. Ну вот вы сами видите, какая погода. Ну раз позвонили прямо-таки с места загрузки, приеду на этот поворот. На месте будем решать, что делать. Наслаждайся красотами. Березки прямо как у нас дома. Селами есть такая красивая березовая роща. Норвеги тоже не прочь сделать перерыв. Где-нибудь в кармашке постоять, позависать на природу. А тут есть на что позависать на самом деле. Правда, спустя какое-то количество лет, если вы здесь проработаете, вас уже будет ну изнанку воротить от этих красот. Но тем не менее, обожаю этих ребят. Такие молодцы. Велки-палки. Зима еще на улице. Нет, они вон катаются на великах. Как бы хуй. За одним таким сегодня уже ехали. Колонный подъем. Не совсем я этого, конечно, понимаю. Здесь еще плечо хотя бы есть какое-то. А на некоторых дорогах плечей, плечов нету вообще. И все тащатся. Велосипед полноправный участник дорожного движения. Так, ну осталось полтора километра до поворота. А всего осталось шесть километров. Пока у нас высота 500 метров всего лишь. Вот. Но тут не будем геройствовать. Разведаем, узнаем. Если надо будет, перестрахуемся. 900 метров. До поворота. Вот он, знак. На следующем повороте поверните направо. Ну, пока асфальт. Ну вот там должен начаться этот серпантин. И мы должны заехать куда-то вот туда наверх. Будем узнавать, что и как. Короче, заехали. Все хорошо. Без приключений. К сожалению, вам не так интересно. А мне спокойнее. Стоим в какой-то жопене. На заводе. Вот. И самое жесткое во всей этой истории, это то, что сейчас надо будет, скорее всего, ждать. Потому что я уже простоял 40 минут. Да. И у меня только-только взяли риф номер. Вот такие дела, ребята. Ожидания самые хреновые. Грязно здесь, да? Но жить можно. Скользковато. На обратном пути покажу. Открываем. 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 загрузили нас смотрим что была за дорога в такие вот дебри мы забрались чтобы загрузить мешочки на финляндию дали нам бумаги и поехали мы потихоньку сейчас пойдем на спуск ну направо нам тут некуда пустым я в принципе сюда забрался хотя логист говорит я тут тоже и он тут тоже ездил и было вообще ему страшно и не разъехаться и короче я так понял он цепях сюда ехал но принципе если да если не уверен то цепи окей одел и заехал я заехал без цепей да и одевать их особо тут негде было не спеша спускаемся аккуратно вот здесь вот было место где немножечко побуксовал ну попроскальзывали ведущие колеса но ничего критичного вот он ретардер и горный тормоз отказывает отказывается работать потому что проскальзывают ведущие колеса но мы не будем на них дополнительно нагрузку давать потому что потому что потому что ну что-то заблудилась красавица бедная сказали что подъем здесь 10 процентов не знаю не уверен 10 процентов я здесь не увидел вот тут было немножко скользковато и критично но все уже так на спуске ребята когда вы так спускаетесь аккуратненько держите скорость минимальной тогда тормоза не перегреете потому что тормозами только тормозами у вас здесь ретардер с горным тормозом не удержит не удержит на таких спусках скорость минимальная тем более нам закидали 27 тонн а еще выяснилось что я не с той стороны приехал ну там как бы два две дорожки вели к заводу но никакой по сути разница одинаково одинаковый серпантинчик небольшой вон там какая красота горная сейчас навигация поведет нас налево через километр но нам надо будет направо а вот видимо хотя лучше всегда если уж добрался одним маршрутом сюда то и этим же маршрутом возвращаться наверное так как думаете есть тут какие-то правила а ну вот и асфальт все здесь я уже ехал абсолютно на расслабоне точнее здесь я еще ехал на абсолютно на расслабоне наверх а там ну нет не понервничал просто врубил передачу пониже чтобы оборотов было повыше и все не критично абсолютно ну снега здесь навалило знатно все таки сколько здесь высота так мы уже спустились 700 метров ну я думаю на километр мы с вами поднялись сегодня все таки на километрик нормально ничего сверхъестественного пока поднимались вся кабина растряслась тарелочки попадали с ножичками с вилочками вот здесь вот знак на пятьдесят первую дорогу направо поедем направо он говорит налево не надо налево там слишком неровная дорога перепроложить суть сегодняшнего дня такая главное не паниковать ни в коем случае сохранять хладнокровие и спокойствие и все будет огонь проложить правда навигация что-то ей не нравится что-то спутники она говорит спутников у нее мало ничего поправится надеюсь меня видно сегодняшний дурной день на этом мы заканчиваем и ложимся в баннике ха-ха-ха ха-ха-ха до с reconcilia до сих пор Субтитры создавал DimaTorzok